а вы друзья и союзники рима продолжаем нашу кампанию за сенат занимаемся тем что потихоньку захватываем всю карту принципе вот у нас уже прогресс довольно таки ощутимый ну и я думаю в этой серии мы начнем войну с египтом да давайте наших генералов подтянем немножко принципе здесь почти все готово так ну и думаю да думаю давайте сдаем сдаем ход да вот греческая армия подошла прям поселению скифов да я как-то не не подготовился к такому приему объявлена война парфия армения то есть парфия напала на армению принципе хорошо если но в наш будущий союзник в принципе ведет круто агрессивную тактику в принципе меня это вполне устраивает да смотрите вот у нас мы очень много детей родилась нашей семье так что через какое-то время будет пополнение фирмон как всегда болеет спасибо спасибо мне было очень приятно так вот это вот мы вводим детстве максинтия его армию заводим так давайте переобучим вот эту вот армию так здесь здесь что мы имеем так капитан нейрон так опять же это нужно переобучать да вот вот еще одна армия да она отправится она отправится на фронт к египту хотя пока что ничего нету никакого фронта еще нету никакой войны но война очень и очень не за горами это я вам просто обещаю так в принципе да в принципе хорошо ну что ж давайте давайте произведем высадку войск малой азии так хорошо все нужно было по идее разделить этот флот так ну что ж давайте подводим пока что наши армии так вот это вот легионерская армия так давайте вот сюда вот высадим высаживаем отлично вот произвели мы высадку так давайте вот потихонечку капитан оппи так хорошо квинт оппи да и наша элитная римская армия идет на юг и будет наверное захватывать их галикарнас так спури пертинакс так спури пертинакс наверное ударит по сардом так кстати да вот еще одна армия оппи валенс наверное ударит по некомедии 27 лет 3 звезды имеешь хороший 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 персонаж ты можешь пригодится еще риму так здесь смотрите да кстати вот здесь тоже возле тарса и антиохии тоже нету римских войск но это я не считаю прям какой-то вот армии простите не римских египетских конечно конечно же египетских я просто оговорился но я думаю в принципе вы все поняли так капитан ну вот этот вот парень да 27 лет 3 звезды имеет в принципе у меня 385 тысяч будет наверное где-то 400 так хорошо давайте да может быть его подкупим так давайте еще дипломата вот сюда вот потянем танута мун филадельф ну да здесь вместе с городом будет очень дорого подкупать вместе с городом очень дорого будет подкупать так что нет так здесь последний ход кстати и здесь последний ход и здесь последний ход и в ларисе уже все готово только здесь осталось два хода нет не 244 хода осталось так что у нас здесь а здесь только у нас все еще переобучается так дому сдулись остался один ход хорошо так так где-то тут у меня еще было микроармия остатки так где-то я видел здесь парфянского дипломата так стать ада ювовому также у нас остался последний ход отлично и все таки же я где-то здесь его видел вот этот парфянского дипломата парфянам далеко идти вообще-то далеко переть так все равно характеристика неизвестная дальнюю не видим характеристику ну да и ладно можно ударить и вот этой вот армии по галикарнасу так а здесь мы до построим раннюю когорту пускай будет так ну что ж к войне готова давайте до сдаем ход и посмотрим как как себя проявит искусственный интеллект так ну да ювову мунд сдал занимаем поселение дома сдулись также не стал сопротивляться занимаем греки досадили поселение скифов да здесь их не царь 36 лет имеет 4 звезды хороший парень фракция уничтожена галия каждый истинный римлянин возрадуется поражению этого народа хорошо сделали наши сторонники что задали им трепку и упрощили славу рима фракция уничтожена германия абсолютно точно такой же текст так поселение в осаде до греческие греческие силы взяли в осаду поселение скифов я думаю что вполне возможно а вот он парфянский дипломат а здесь облом хотя вот так вот можно будет попробовать немедленно поговорить а так здесь дому сдулись так давайте наймем здесь городскую стражу пускай будет а что это фирмон баста фирмон вылечился отлично отлично так и того вот мы собираем вот здесь вот и нашу притарианскую армию так здесь нас кавалерия притарианцев куда пошел куда пошел сюда пошел так и нам нужно так оружейник оружейник блин а где можно их переподготовить так вот прям оружейник а что в греции нельзя да нет нет в аполлоне нет получается только в таринте у меня вот только в виталии у меня есть вот эти вот литейные максимальные да да придется перейтих виталию что поделать это конечно же грустно да ну ну что поделать так ну да и ладно давайте в принципе да подтягивать силу новые так это сюда можно так здесь до переобучаем так прошу прощения так ювалом хорошо давайте наймем здесь городскую стражу в принципе вот эту вот армию тоже уже можно сразу же я так думаю выводить так хорошо ну да я думаю сначала давайте вот этих вот капитан серапион думаю сначала вот этих вот да ну да в принципе этого уже я так думаю подкупать хотя и можно и можно и подкупить а 28 лет жду вашей команды да мне нужно немедленно поговорить с ним ходов больше нет господин благородный хозяин так хорошо ну что ж ребята я так думаю уже все готово да и нечего в принципе откладывать долгий ящик так куда он может продвинуться давайте все таки же вот здесь вот поставим одну засаду значит кезон дельметик давайте кстати посмотрим на этого парня имеет сожалению одну звезду 31 год ему имеет талант командира зато имеет 4 влияния надо мнение этого человека обретает некоторый вес и по некоторым вопросам к нему обращаются за советом да бессердечный правитель он безразличный строитель да и командиры из него не очень-то ну и управленец также из него не очень-то ну да и ладно кезон дельметик и римская армия легионеров да нас осадит анкиру давайте начнем войну с египтом война сенат и граждане рима египет мы вступили в войну с этим народом теперь это наши враги отлично так опи валенс давайте посмотрим на этого парня 63 года ему ну он не командир он явно не не командир потому что командовать он не умеет осадим не комедию осаждаем поселение господин поселение в осаде господин Юлиан Марцелин не имеет ни командования ни управления ни влияния этому парню 33 года понимающий в тактике инженер расточительный минус 2 к управлению красноречивый осадим пиргам так давайте построим здесь вот осадные башни армейские казармы а по моему это элитные если вот здесь вот гвардия фараона так спури пертинакс осадим сарды в принципе 10 ходов ждать это довольно таки много а гарнизона здесь нету так спури пертинакс 41 год 4 звезды местный герой гибкий в принципе да ну 4 звезды это лучше лучше чем ничего так квинт оппий 54 года всего одна звезда но он хороший мастер засады его можно выдвинуть вот сюда вот в центральную Малуазию а вот я обнаружил еще пол стека египетской армии так кассий гостилий ну да это бывший бывший римский покоритель вот здесь вот в принципе его армия из принципов так что ничего нового нету так хорошо вот эти вот войска не войска вот этих вот генералов давайте я перевезу сюда поближе так ну и у нас здесь вот небольшая проблема вот греческий царь и римская армия осаждает поселение скифов да отбиться я не могу можно подтянуть конечно же отсюда силы так ладно давайте берем еще одну легионерскую армию и так же мы ее подтянем вот сюда вот на войну с египтом так вот это вот а вот это вот армия у нас уже двигается так здесь ага так здесь все понятно угу угу так здесь все я вытащил да вот у нас еще будут готовы скоро очень две две именно именно притарианские армии из когорт притарианцев я в принципе хочу дать им уже максимальную броню и тоже их пустим в бой против египта парфия так парфия парфия ага ну в принципе да в принципе с этим мы по моему разобрались так здесь вот так вот здесь вот так вот да атаковать врага так отлично сдаем первый ход первый ход войны с египтом да кстати вот давайте вот что ли одним дипломатом двигаться вот сюда вот в сторону парфии и попробуем может быть заключить союз с парфианами сдаем ход отличный полководец берем его децидидей рим так хорошо так поселение маркоманов расширяется хорошо расширяется так вот меня вот это вот больше всего конечно интересует а смотрите да вот он как бы это он не собирается штурмовать так давайте попробуем подкупить ваше честь сто сорок три тысячи не за ты скоро сдохнешь сейчас толку мне от тебя нету никакого давайте лучше вот это вот парни пса метикс сотер давайте вот лучше его подкупим двести девяносто четыре тысячи хорошо теперь ты будешь сражаться на стороне рима двадцать восемь лет три звезды имеет хороший полководец талант командира не слишком суеверный плюс боевому духу всему все всем отрядом на поле боя непочтительный этот человек не считает религию важным делом для него это только объект объект шуток по поводу жрецов и жертвенных коз внешне лояльные ну конечно внешне лояльные это характеристика всякий раз появляется когда мы подкупаем полководцы так вот отлично вот здесь вот у нас есть полководцы вот потихоньку потихоньку вот египетские армии уже начинают стягиваться вот сюда вот в малую азию ну что ж больше жизни тогда отнимут элитные римские клинки так вот это вот армия мы также подтянем туда на войну с египтом так вот это вот вот это вот да тоже нужно подтянуть так что у нас здесь виталий кстати господин император так да вот это вот все придется переобучать к сожалению приказы 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 ухожу из армии ухожу из армии ухожу из армии вперед приказы вперед вперед ходы и кончились господин ммм два хода господин так ну тяжелые анагры я так думаю можно и не не переобучать толку от этого так виталий давайте начнем формировать еще одну элитную римскую армию так 24 да кажется я чего-то неправильно посчитал ну ладно я уже без записи посчитаю прям конкретное количество войск которые нужны так и детстве максентий и элитная римская армия также отправляется на войну с египтом господин так давайте здесь вот мы переобучим хорошо так давайте расправимся вот здесь вот с повстанцами на отлично так ну и вот здесь вот расправимся хорошо так потихоньку уже разобрались с мятежниками да вот здесь вот мы наверное соединим вот эти вот войска так ну и вот здесь вот в малой азии что же мне делать вот этой вот армии уже можно двигаться прямо сюда к синопе а так алко водит я думаю вот этой вот армией под предводительством квинта оппе можно двигаться прямо сюда к мазаки чтобы не терять времени как можно быстрее заблокировать Египет вот здесь, вот в этом узком месте или возле Антиохии вообще и пока вот египетские армии будут стягиваться со всей страны вот здесь заблокировать эту фракцию и как можно быстрее захватить их города хотя в принципе да давайте вот мы Галикарнас значит К-7 Гастилием уже можем заштурмовать безоговорочная победа чудо захвачено захват этого великого чуда изумительный подвиг наших солдат достойный любого римского героя Мавзолей уменьшает на 20% срок строительства зданий за исключением тех зданий которые строятся меньше чем за 5 подвигов Громница Мавзола Сатрапа Карии находится в Галикарнасе и является одним из самых красивых зданий в мире Мавзол был Сатрапом правителем расположенной в Малой Азии Карии когда она была под властью Персии и поскольку Кария была очень удалена от столицы фактически был самостоятельным правителем память о нем сохранилась благодаря этой великолепной гробнице идее постройки которая принадлежала его сестре и жене Артемиссии хотя строительство началось еще при жизни Мавзола завершено оно было через 3 года после его смерти в этот год когда умерла и сама Артемиссия само здание выглядит изящно и красиво а своей незабываемой красотой оно обязано великолепным скульпторам и резьбе ради которых приезжают в Галикарнас толпы путешественников 4 талантливых скульптора Бриаксис Леохарс Коп и Тимофей создавали десятки прекрасных статуй украшающих здание каждой со своей стороны Мавзолей интересен еще и тем что не был посвящен никому из знаний древнегреческих богов отлично так Галикарнас захвачен ну да опять же в Галикарнасе нельзя нанимать элитную римскую пехоту не очень то это конечно же я думал все таки же да эти будут города развиты так ну вот здесь вот мне вот здесь вот интересно сарды да можно будет нанимать или нельзя так ладно мы еще поддержим их в осаде ну и в принципе да давайте сдаем сдаем следующий ход ага сдаем следующий ход конечно же да смотрите вот эта вот армия просто не собирается не собирается идти на штурм так Сигеста ага ну ладно хорошо пускай будет так вот здесь вот отличный полководец так давайте дадим ему армию так и все да это все так давайте перевезем вот эти вот войска так вот здесь вот армия без без полководца в принципе у нас там уже заготовлены заранее хорошие полководца так а вот здесь вот да здесь вот нужно будет перевести вот эти вот войска так перевести и переподготовить так хорошо давайте этим в принципе и займемся так отлично так значит вернемся обратно в малую азию так здесь вот или лучше может быть ударить по тарсу да смотрите как я и сказал вот египет стягивает уже силы сюда вот или может быть здесь вот заблокировать их давайте да все таки швут я лучше вот здесь вот заблокируем так давайте еще шпионов подтянем да вот они вот они смотрите вот египетские армии так вот они уже выдвинулись на защиту на защиту их них городов что в принципе в принципе нормально так ну а мы да и я хотел я хотел вот отбивать вот эту вот армию 6 ходов ну ладно мне хватит в принципе времени хорошо сдаем ход ну да здесь мы вот возьмем вас адам вот он парфянский дипломат фракция уничтожена нумидия этот некогда могущественный народ побежден еще одно препятствие на пути к славе устранено хотя возможно лишь за тем чтобы на его месте возникло новое как видите да вот мой прогноз вопрос о том что нумидия плохой союзник и действительно вот не будет выгодно мне как союзник вполне оправдались нумидия была побеждена скорее всего карфагеном и мои как бы идеи насчет вот смены союзника из нумидии на карфагена вполне оправдались хотя я заплатил за это 100000 но ничего это я думаю того стоило так хорошо так значит вот он парфянский дипломат я догнал его наконец-то мне нужно немедленно поговорить а почему я не могу с ним союз в чем дело да я почему-то не могу с ним союз заключить хотя вот у него союзник карфаген карфаген и мой союзник а враги у него армения и египет в принципе ничего не мешает заключению союза но но нет это наверное игровой баг а посмотрите эти ребятки взяли и удалились ну что ж тем же и лучше так даже и лучше хорошо давайте не раскидаем вот здесь вот войска так вот это вот вот это вот я думаю можно в последний геток закинуть здесь еще немножко вот ранние когорты легионеров потому что греки будут нападать кстати да вот можно с греками попробовать заключить прекращение огня хотя навряд ли они согласятся ну конечно конечно же они не согласятся так хорошо так торрент давайте вытащим то что уже переподготовилась так вот это вот сюда нужно отправить так вот это вот так же так давайте закинем в таррент еще войск на переобучение ну и конечно же да начнем это самое переобучение так хорошо мгм кассандр из антигонии 34 года так отлично отлично этот человек мне нужен так не комедия у нас скоро сдастся анкира сдастся на следующем ходу так и сарды скорее всего будет отбиваться галикар нас так вот здесь вот да можно можно вытащить войска и ударить наверное по мазаки вот этой вот армии так здесь мы подтягиваемся так здесь грузимся на корабли так ну и давайте уже выдвинемся прям в малую азию я думаю флот здесь никто не перехватит так хорошо так валерий касси это мы будем подтягивать еще так вот наши знаменитые легионеры так мы их подтянем сюда подтянем их в бой да так давайте здесь шпиона может быть наймем да карфаген карфаген это сделал готовы поднять паруса да да капитан да да капитан так шпион пускай будет в кордове так ну да давайте давайте вот сдавать ход сдаем ход да я забыл к сожалению забыл про так давайте отступим ну чё ж придется сражаться вот римская армия простите египетская армия я что-то уже совсем заговариваюсь давайте посмотрим как пойдет с ними битва там стоит армия египетского параона это достойные враги для настоящего мужчины я думаю первый ход в этой игре мы оставим за ними сегодня у нас явное численное превосходство это дает нам шанс который мы не должны упустить этот ближайший лесок даст нам возможность при удачном стечении обстоятельств преподнести врагу парочку неприятных сюрпризов у них сильная кавалерия и это потребует от нас некоторой изобретательности потому что у нас маловато копьеносцев у меня есть определенная репутация вы знаете что я всегда действую хитро и сегодня честного боя не будет я собираюсь напасть на них без предупреждения я ударю в самое слабое место да как бы наш генерал в принципе хочет ударить из засады принципе да вот здесь вот хороший такой вот лесочек я думаю имеет смысл поставить нашу пехоту вот здесь вот действительно в засаду лучников мы выставим на холме давайте начнем битву к сожалению да к сожалению и забыл забыл еще один отряд отряды уходим отряды уходим отряды уходим отряды уходим отряды уходим Отряды, уходим! Что они делают? Или они хотят вот с этого вот холма, что ли, обойти нашу армию, или что? Не совсем я понимаю. Ладно, давайте немножко ускоримся. Ага, то есть... Осознание приходит в самую последнюю очередь. Угу. Так, ладно, давайте мы тогда вот так же перестроимся. Отряды, ряды, быстрее, быстрее! Отряды, быстрее, быстрее! Отряды, быстрее, марш! Угу. Все. Да, действительно, вот враги уже выстроились в боевой порядок. И, скорее всего, да, будут атаковать наши ряды. Ну что ж, мы готовы. Мы готовы. Так, отлично, да. Отряды, я думаю, что наша пехота все-таки швы держит. Ну, здесь нумидийские копейщики, гвардия фараона, да. Ну, гвардия фараона, это, конечно, элитные. Элитные войска. Угу. Колесницы уже сломались. Так, ну, здесь, да, здесь они, к сожалению, вот... Тоже сломались. Отлично. Даже стрельнуть не пришлось. Так, отлично, гвардия фараона закидали пилумами и расстреляли. И они бегут. Да, ну, лучники фараона, конечно же, да, они расстреливают наши войска. Но, в принципе, у нас стрелков-то много. Тем более, наши стрелки на холме находятся. Так что, в принципе, все довольно-таки неплохо. Давайте мы еще на наш фланг стянем нашу кавалерию. Если что, ударим по вражеским лучникам. Да, кавалерия у меня здесь, конечно же, бестовая. Бестовая, да. Кавалерия старого образца. Плюс еще и покоцанная. Так, а вот отступать, да. Да, вот отступать, это я как бы. Так, а вот отступать не всем позволим. Так, хорошо, лучника фараона мы добиваем. Отлично. Медийских копейщиков можно добить. Так, воины пустыни, в принципе, так себе. Майска. Итого, вот первая битва с египтянами. Безоговорочная победа. Так, захваченное поселение Анкира. Так, хорошо, давайте накручиваем налоги. Городскую стражу. Так, ну, Мансиан, да. В своей смерти умер член семьи. Так, ну, это понятно, да. Враги предпочли бежать. И вражеская армия была расформирована. Так, давайте вот здесь вот мы вот так вот лучше ударим по мозаике. Смотрите, да, вот. Ага, вот эта вот армия решила все-таки же закрепиться в Тарсе. Вот они, египетские армии. Вот они подтягиваются. Вот еще и здесь. Вот и здесь, да. Так что, ребятки, да, смотрите. Все самое интересное только впереди. Кстати, да, вот это вот. Давайте подкупим. Мне нужно немедленно поговорить с ним. 292 тысячи. Да, забирай, мне не жалко. Вообще не жалко. Так, вообще ни разу. Без промедления. Так, ну что ж, ребята. Вот такая вот серия. Всем спасибо за просмотр. Ну и ждите, конечно же, дальнейшего прохождения. Потому что у нас впереди эпичная война с Египтом. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.